Привет, привет, привет! Песеры, с вами Морж, и как я обещал, еще один финал турнира на моем канале. Группа та же, турниры номер один, самое большое турнирное сообщество в РУ-регионе. Ссылка на них в описании, в закрепленном комментарии, до сих пор куча вопросов. Морж как участвует, ребят, да все просто. Это перешел в группу, почитал посты, в конце концов с админами пообщался. Почему пишут мне, я понятия не имею. Я, блин, комментатор. Ну, не знаю, это как будто бы, если бы Холланд хотел перейти в Манчестер Сити и затрахивал комментатора, который комментирует их матчи. Ребят, ну, это нелогично. Поэтому по ссылочкам перешли, посты почитали, с админами пообщались. Если сложно, то, чувак, ну, турниры не для тебя. Давай по-честному. Ладно, что у нас по финалу, что у нас по затравочке. В общем, как играли и сборные, вот так же прошел турнир клубными составами. То есть состав фулл-клуба других игроков нельзя. И сейчас вы на своем экране видите Манчестер Сити, которым управляет Даниил Орлов. Кстати, по-моему, не первый раз он у нас в финалах. И вот такой МС будет сегодня противостоять не менее хорошему ПСЖ на самом-то деле. А, да, вы тут сразу можете задать мне вопрос, Морж, а где эмблема ПСЖ? Ребят, я не знаю, где эмблема ПСЖ. По составу, по всему остальному, это ПСЖ. И в финале должно быть ПСЖ. Ладно, ПСЖ у нас под управлением Тамерлана Хурпашаева. Состав, как мне кажется, тут, конечно, поопаснее атака. С другой стороны, Манчестер Сити выглядит тоже очень даже сочно. Ну, давайте переходить на поле и посмотрим, кто из этих ребят окажется в итоге сильнее. В принципе, я, Миша Смирнову, главе группы, давно говорил, что пора устраивать турниры фулл составами. Какими-то определенными составами, мне кажется, так это все смотрится гораздо интереснее. Ну, и давайте сразу обращу ваше внимание, да, что в синем у нас ПСЖ, в белом у нас Манчестер Сити. Я понимаю, что там другая эмблема, но все равно это будет ПСЖ. В общем, не верь глазам своим, как говорится. Неймар по лему флангу прорывается, разворачивается, пытался дать на Порейру, не проходит передача. И Моррес начинает уже атаку Манчестер Сити. Холланду дали даже развернуться. В принципе, Холланда, мне кажется, можно прессинговать буквально сразу. Здесь Маркиньес должен, конечно же, быть первый на мяче. Так, куда идет подача? Пока что никуда не идет подача. Мяч у ПСЖ вместе на правом фланге. А вот поддержки у него особо нет. Не получится у него, не получится. Хотя нет, получается. И даже получается прострелить. Какая-то такая не особо уверенная передача. С другой стороны, защитники играли не особо уверенно. Эдерсон здесь хорошо играет на выходе. Не дает Неймару зацепиться за мяч. И погнал, погнал, погнал вынос. Холланд, конечно же, будет первый на мяче верховом. Но не получается передача у игроков Манчестер Сити. Мореса дает на Уолкера. И Уолкер уже начинает подключать Бернарда силу. Снова Холланд. Как видите, Холланд достаточно глубоко. Он почему-то сидит, что не очень хорошо фонан. Прорвется, не прорвется. Пытается пробить. Маркиньо становится на пути к мячу. И ПСЖ начинает уже свою атаку. Ой, фланг. Фланг потерян. Рубен Дешин не особо большой, но должен потолкаться. У Месси получается прорваться. Протягивает мяч через все поле. И, да, все-таки Мбаппе забивает первый мяч. Итак, Тамерлан у нас выходит вперед. К сожалению, повторы они решили тоже не записывать. Форма левая. Повторы не записаны. Кисер и Баммака. Праздник просто. Просто праздник. Ребят, пожалуйста. Ну, вам же говорят, что финалы, блин, будут идти на канал. Ну, немножечко. Хоть немножечко. Просто серьезнее к этому всему относитесь. Я уже не говорю про то, что если, да, какие-то вопросы по качеству. Записано в высоком качестве. Записано в 60 фпс. Это 100%. Но скинули мне это почему-то только через ВК, который качество портит по полной программе. Почему ребята не смогли закинуть это на гугл диск, тоже у меня объяснения нет. Итого, сброшено в ВК, повторы не записаны, форма не та. Браво. Ладно. Я надеюсь, они все это поправят очень интересным матчем, который вы с удовольствием посмотрите. Хороший удар. Хороший удар от игроков по СЖ. Опасный достаточно розыгрыш у Гуглова. И там неприятная срезка была, конечно же, Эдерсон мяч бы этот не брал. Верати у мяча будет идти подача, конечно же, но как-то неуверенно. Ой, нет, Эдерсон тащит. Хотя очень даже, очень даже неплохо пробил игрок по СЖ. Мне почему-то показалось, что с такого расстояния, пока не менее, сильного удара не будет. А сильный удар получился. Холланд, конечно же, подключает Мореза, сразу начинает забегать. Передача на Холланда. Вот, сейчас бы на дальнюю. Отлично, отличная передача. Ой-ой-ой, Дебрюйна, как такой момент можно было портить. Ну, господи, господи, Данил, что ж ты творишь? Что ж ты творишь? Еще один момент у Холланда. Ой, просто расстреливают ворота Донорумы. Но, блин, 99-й Донорума, вот этот, из сборной Италии, просто шикарная карточка. Если честно, если вы его поймали, всем советую. Пока были доступны, тоже всем советовал. Итак, что у нас тут по заменам? Ой, интересно, 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 интересно. А что это вообще было? Что это было за колдунство? Я, если честно, ни хрена не понял. Ну, это вот какие-то шаманские ритуалы у нас начались в финалах турниров. Вот, ребят, учитесь, учитесь. Какие-то шаманские ритуалы происходили прямо на ваших глазах. Я ни хрена не понял. Замены так и не было. В общем, что-то странное. Неймар на левом фланге отдает Аннуна Мендеша. Снова Неймар. Куда будет идти подача? Конечно же, ошеломительная Мбаппе. Ой, 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 ой. Бедный Эдерсон. Я думаю, что там и Эдерсон, и Донорума седой. Донорума после прошлых моментов. Да и Эдерсон уже потащил достаточно много. Что ж, матч пока что очень даже интересный. Мне очень даже заходит. Я надеюсь, заходит и вам. У нас тем временем почти полчаса времени прошло. Месси идет верховая передача. Снова игроки PSG оказываются первые на мяче. И Тамерлан забивает второй мяч. Вот так вот. Вот так вот. PSG 2-0 впереди на 30-й минуте. Снова, блин, Неймар забивает головой. Ну, который головой играть особо, в принципе, не умеет. Тем не менее, защитники Манчестер Сити удержать его не смогли. Странно, странно. Но еще не вечером. Данил, я уверен, еще что-нибудь нам продемонстрирует. Тут Эдерсон оказывается первый на мяче. Передача на Мореза. Морезу дали время и развернуться. Бернардо Силва. Холланд, конечно же, сейчас начнется забег. Но, блин, Бернардо Силва не такой быстрый. А вот Фоден отлично оказывается. Абсолютно один на пустом фланге. Я даже не знаю, как я бы здесь разыгрывал. Да, пытался хорошо сделать передачу. Хотя, понимаете, тут, получается, я смотрю на футбол. Ну, у Тамерлана, у которого нападающий, невысокий, не особо играющий головой. Тамерлан играет через навес. А у Данила, где у которого есть Холланд, он почему-то пытается разыгрывать. И как раз через навес не играет. В общем, какой-то нонсенс, если честно. Да, не мне. Давайте ребятам советы. Они в финале, я не в финале. Я тут на креслице сижу и на матче это гляжу. Ну, тем не менее, ну, для меня это просто немножечко странно. Морес перехватывает мяч. Куда будет идти передача? Холланд. На Дебрюйна. Пройдет, пройдет пас Дебрюйна. Хорошо откидывает Фодену. И первый выскакивает на мяч, наконец-то. Наконец-то Дебрюйна поражает ворота соперника. Что ж, Данила отыгрывает один мяч. И возвращает интригу в этот матч, так сказать. Все-таки 2-1 это гораздо ближе к камбэку, чем 2-0. Ну, и повезло, что Дебрюйна смог прорваться через защитников ПСЖ. Там без везения такое бы не прошло. То есть там ни финт, ни этот, а вот именно больше на везение. Ну, и при этом хорошо, что оказался первый на добивании. С другой стороны, уже должен был Дебрюйна забивать. Были у него уже моменты, поэтому просто вернул свое, так сказать. Холланд начинает забег по правому флангу. Маркини сразу же перекрывает передачу. Неплохо, неплохо очень. Пытался на паузе убрать защитника. Но у Холланда, сами знаете, баланс, мягко говоря, мягко говоря, мягко говоряский. Вот так вот закручу. Поэтому с ним такие вещи делаются тяжелее. Тяжелее резкие остановки, резкие смены движения. Ну, и стараться на паузах кого-то убирать. Ну, что ж, первый тайм. Три мяча забито. Опасных моментов было предостаточно. И пока что, пока что я бы не сказал, что кто-то владеет прям преимуществом на голову. И можно сказать о победителе этого матча. Конечно же, будем смотреть. Тут поменяться может все что угодно. Единственное, сегодня прямо удивляет Месси. Который раз у него уже начинает забег по правому флангу. И просто прорывается, так сказать, вот до Талова. И вообще ему сделать никто ничего не может. Данил, вот тут у меня к тебе вопросы. Почему ты не отталкиваешь корпусом? Тут как бы достаточно легко было бы мяч у него забирать. Ну, опять же, вам виднее. Снова Месси, снова правый фланг. Передача на Соллера. Куда будет пас? Маппе! Да господи! Как вы его там одного оставляете? Нет, хорошо, Эдерсон потащил мяч, но... Но почему он там был абсолютно один? Это прямо удивительно. Ну что ж, ну что ж. Снова Эдерсон вводит мяч в игру. Фоден будет бороться за верховой. Конечно, для него это достаточно сложно. Дебрюйна смог развернуться, смог. Холланд снова Фоден. Фоден, Фоден. Сегодня реально правые фланги работают. Фоден и Месси. Что Фоден постоянно оказывается один в свободной зоне. Что Месси по правому флангу тащит мяч просто реально до Талова. Ну вот там можно очень много при таких флангах сделать на поле. Перейра. Посмотрите, кто у нас идет в атаку у ПСЖ. Передача на Мбаппе. Будет он первый? Нет, не будет он первый на мяче. Немножечко не попал в такт игры, в ритм игры. А вот если бы на шаг был дальше, то скорее всего мог бы хорошо завершать. Передача на Дебрюйна. Ким Пембе его прессингует и забирает у него спокойненько мяч. Я думал на самом деле Дебрюйна сохранит. И там уже могла идти передача назад. Кстати, да. Я отмечу, что Данил играет, как я понимаю, на свайпах. Вот, я тоже играю на свайпах. Это достаточно тяжело. Ну, то есть попасть на свайпах еще и в финал, это заслуживает уважения. Это на самом деле очень круто. Нет, может на кнопках он полностью сделал их прозрачными. Вот, но мне кажется, что все-таки на свайпах. 62-я минута. Уже готовы, ребята, делать замены. Неймар! Да, Неймар забивает третий мяч. И Тамерлан снова уходит в отрыв в два мяча. Сложно. Сложно Данилу, конечно же. Ну, давайте смотреть, кто тут. Ой, Холланд. Да, устают у нас игроки очень, конечно, быстро. И с этим есть серьезные достаточно проблемы. По-моему, все-таки до сих пор у нас не настроена, так как должна быть настроена, выносливость у игроков. Ну, вот такой вот вариант замен. Аки становится на левого защитника. Пу-пу-пум. Ну, посмотрим, посмотрим, сможет ли это изменить игру. К сожалению, вот да, у Манчестер Сити хорошая первая линия нападения, но нет хорошей второй линии нападения. У Пассажир в принципе тоже. Вот вообще сейчас замечаю, что у многих топовых клубов, то есть раньше, ну, абсолютно спокойно у топового клуба было два нападающих очень хорошего качества. Вот сейчас чаще всего один. У какой-нибудь условной Баварии вообще ни одного. Ну, если Мане не считать центральным нападающим, но все-таки он не центральный. Короче, это очень странно. Передача на Дебрюйна не прошла. Кемпенбе становится на пути к мячу. Всего 24 минуты у нас остается до финального свистка и Данилу нужно два мяча отыграть. Хорошая передача на Альвареса. Вот он свежий выходил, но не получилось у него пробить. Защитник стал на пути к мячу. Так, Хакими теперь начинает штурмовать просто правый фланг. Проскакивает на скорости. Передача на центрального нападающего. Я просто не помню, как правильная его фамилия читает. Читается Эктикея. Вот что-то такое из ПСЖ. Не слежу за ПСЖ. Уж извините. Альварес. Передача не прошла. Снова Кемпенбе на пути у мяча. Кстати, Кемпенбе тоже можно выделить. Достаточно часто сегодня. Звучит его фамилия. Значит, много полезных действий на поле он совершил. Так, Хакими. Куда будет вкидывать? Намуки-ле-ле. Намуки-ле-ле. Он вкидывает, блин. По-моему, пона придумывали себе фамилии. А мне их читать и мучатся. Гюндоган потерял мяч. А вот и первый момент. Первый момент. У свежего игрока ПСЖ. И мяч все еще у Неймара. Нет, Волкер все-таки справился. 77-ая минута. Очень мало времени. Дебрюйна. Передача на Альвареса. Альварес отключает Гюндогана. Ну, Гюндоган медленный. Он же медленный. Он центральный полузащитник. Хотя вот вроде бежит. А куда? А куда отдавай? Отличная передача, Альварес. Ну как? Ну как? Здесь можно было не забивать. Не везет. Данилу просто потрясающе не везет. Конкретно не везет. Я не знаю, почему. Почему из таких позиций, в таких моментах просто его игроки не забивают. Ну, это очень странно. Это максимально странно. Ладно. Альварес. Передача на Гюндогана снова пытается, пытается Манчестер Сити организовать свою атаку. Не совсем получается. Шесть минут до конца. Очень мало. Очень мало. Уолкер стельца в подкате. Здесь, конечно же, будет нарушение. Неймар получает сзади по ногам. Желтая карточка от Лысого из Бразерс. И штрафной. Штрафной в сторону Манчестер Сити. А времени все меньше. Четыре минуты. Да. Передача в центр поля. В принципе, Тамерланд сейчас может спокойно доигрывать этот матч. Особо тут уже ничего не поменяться. Если с шашкой на голо не полететь вперед. И не насовершать ошибок. Но, я думаю, не зря он в финале. От ошибок он немножечко умеет защищаться. Так, снова атака Манчестер Сити. Подача Альвареса. Не получается Альвареса. Дебрюйне. Хорошая передача на Альвареса. Грилиш. И снова в защитника. Снова в защитника. Не дает. Не дает просто мяч залететь в ворота ПСЖ. Ну что ж. Я поздравляю Тамерлана Хурпашаева с победой в этом финале. Надеюсь, ты еще не последний раз будешь на моем канале. Ребят, только. Ну вот, действительно, просьба. Во-первых, загрузка Google Диск. Во-вторых, пожалуйста, ставьте те эмблемы, под которыми вы играете. Ну, для меня это действительно сложно. Вот. Просто так переключаться. Ну и, Данилу, не расстраивайся. Тоже, я уверен, это твой не последний финал. Еще встретимся. Еще увидимся. Обоим спасибо за отличный матч. Турнирная группа в описании. Закрепленном комментарии, ребят. В общем, все как обычно. Ваше мнение по матчу. Пишите в комментариях. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда. Пока. Пока.